друзья привет с вами илья подушков и сегодня видеоролик который касается ошибок начинающих рекламистов я посмотрел количество просмотров на своем канале лидирует 3 видеоролика и давно снимал но приятно видеть что их смотрят больше всего по 6000 просмотров минимум это прикольно и один из них где я рассказывал об ошибке ошибка номер один так вот сегодня будет ошибка номер два что касается поиска рекламодателей в конце видеоролика я вам еще также скажу фишку которую вы сможете сейчас применить и найти как минимум одного рекламодателя нового сто процентов так вторая ошибка как выяснилось на консультациях и также по работе с нашими участниками группы это когда вы начинаете искать рекламодателей вы их находите в интернете это вторая самая грубейшая ошибка не лезьте к тем кто уже рекламируются в интернете во первых вы должны сами научиться рекламировать свой бизнес в интернете набить себе базу набить себе огромное количество шишек набить себе огромное количество людей друзей подписчиков и так далее и только потом уже когда у вас уже будут будет портфолио будем так говорить я люблю относиться к своим социальным сетям к своим страничкам социальных сетях как портфолио так вот когда у вас уже будет достаточно будем так говорить раскрученная портфолио то есть нету не в том плане раскрученная что там у вас там будет огромное количество лайков или огромное количество репостов а в плане том что у вас будет огромное видно будет по страничке что вы работаете огромное количество примеров ваших работ то есть это как вы собирали эти как вы их ставили, как вы каждого нового рекламодателя пиарите по своей базе, не только в магазинах, но и в социальных сетях. Вот тогда у вас уже будет более лучше получаться продажа рекламных конструкций для тех, кто уже пиарится в интернете. Поймите, если вы будете брать первую базу, с которой вы начинаете работать, этих самых рекламодателей в интернете, в 90% случаев они вам будут отказываться, потому что те, кто попробовал интернет, те, кто попробовали пиариться в интернете, там с помощью инстаграма, ютуба, вконтакте, у кого как идет, у кого что лучше получается, но суть в том, что эти люди уже более прошаренные, они уже давно в бизнесе, и возражений у них, как правило, по рекламе достаточно больше. Но есть и те, кто понимает, что рекламироваться необходимо не только онлайн, но и офлайн. Вот с этой базой вам лучше всего и работать. Это являются новички, те, которые тоже недавно запускают свой бизнес, или те, которые рекламируются в газетах, в журналах. Вот на этих носителях вы их должны искать. Вот, в принципе, вторая вам ошибка. И переходим к фишке, которая вам поможет найти рекламодателей прямо сейчас. Друзья, вот смотрите, я обучаю всех на консультациях. Также, когда ко мне обращаются участники группы, я им объясняю одну простую стратегию. Вы, опять же, большая половина из вас продает рекламные площадки. И презентация ваша заключается вся в том, что этот пиларс, он красивый, он светится, и это, и это, и крутится, его невозможно не заметить. Это один плюс. Но второй плюс в дополнение к вашей презентации должен быть результат. То есть, что значит результат? Во-первых, уясните следующее, что вы продаете, если копнуть глубже, не саму конструкцию, а результат. Реклама всегда продает результат. То есть, если я даю рекламу, к примеру, сегодня в газету, я знаю 100%, что мне оттуда будут звонить. И уже здесь, когда мне начинают звонить, сама газета не отвечает за то, что были у меня продажи или нет. Потому что я отвечаю на звонки, и я на звонке должен продать. Вот я должен настолько заинтересовать человека, чтобы он реально согласился и купил у меня. Поэтому газета не отвечает, как я продаю. Уясните этот момент обязательно для своих рекламодателей. Что если вы даете с расчетом входящего трафика звонков, рекламу, да, то есть вам звонят, а вы уже начинаете продавать или ваши продавцы, то ответственность сразу снимается с газеты, да, она же мне не гарантирует, что у меня будут продажи. Ну, если бы они посадили продавца на мой телефон, да, то, соответственно, они бы это гарантировали. Ну, раз я сам отвечаю на звонки, соответственно, тут уже все зависит от меня. Их задача чисто дать мой номер телефона с предложением, которое я даю своей аудитории. И, соответственно, дальше вступает в игру мои навыки продажи. Так должно быть и у вас. И чтобы у вас лучше получалось, я вам рекомендую продавать результат. Не то, что вы продаете пилор, что он крутится, что он светится, это обязательно. Но бывает порой перестает это работать стандартные способы, перестает работать это. И вам необходимо что-то новенькое. Так вот, это новенькое, результат. Вы продаете успех, вы продаете конечный результат от вашей рекламы. Что значит конечный? Когда вы презентуете свою рекламную кампанию, вы так и объясняете рекламодателю. Для этого я вам приготовил, изучил несколько рекламодателей, изучил несколько ниш, которые будут сейчас бурлить и, ну, что значит бурлить? Перед Новым годом будут готовы рекламироваться. Это те, кто занимается продажей новогодних елок. Если у вас большой город, если у вас отличный большой магазин, где стоит ваш пилорс, торговый центр, вы должны найти несколько компаний, которые занимаются продажами елок у вас в городе, в вашем регионе. И вот сейчас уже не тормозите, сейчас уже размещайте баннеры этих людей с елками. Идите к тем, кто торгует елками и рассказывайте им так, что вот у нас стоит пилорс в торговом центре, вы продаете елки. У нас, к примеру, в городе елки продаются на рыночке. В магазинах их не так много, но на рыночке их огромное количество. В принципе, это все знают. Но если взять, всегда должна быть новая аудитория, всегда должна в бизнес, всегда должна поступать новая аудитория. Те, которые вас не знали. Это закон, блин, любого бизнеса, что если не будет новой аудитории, то не будет ничего. Рано или поздно база закончится. И, соответственно, когда вы придете к рекламодателю, который занимается продажей елок, вы ему рассказываете, помимо того, что вот представьте, мы на этот пилорс повесим елку, напечатаем елку, напишем заголовок, повесим там игрушки, поздравим с Новым годом, возьмите визитку. Вы должны ему объяснить конечный результат. И как, проще всего, объяснить конечный результат. Это импровизировать. Когда вы будете с ним общаться, вы скажите, что я вашу рекламу представляю так. И начинаете реально представлять. Идет человек в магазин, торговый центр. И время подходит, время Нового года на носу. И вот эти елки, да, они периодически людей... У меня перед Новым годом, к примеру, встает постоянно вопрос. Блин, где эту елку? Вот в прошлом году я купил какую-то маленькую. В этом году... Ну, то есть, постоянно начинают люди думать о том, что им надо к Новому году. И, соответственно, уже необходимо над ними работать. И когда человек идет в магазин, он видит плакат, на котором написано доставка елок новогодних на дом. Звоните, берите визитку и спите спокойно или там ждите спокойно этот Новый год и так далее. Это вы уже обсудите с самим рекламодателем, какие заголовки вам лучше всего придумать и какой плакат лучше всего повесить. И то есть, уже здесь вы привозите пример, что вот представьте, магазин, торговый центр, его посещают 40 тысяч человек в месяц. И если даже из этих 40 тысяч купит там 0,3% ваших елок, вы будете в огромном плюсе. Согласитесь, друзья, если все это перевести в цифры, в числа, у рекламодателя будут вот такие вот глаза. Ну, мне кажется, мне не кажется, я больше всего уверен, что именно так продается реклама, когда человек видит, что он вкладывает и видит, что он получает. Вот такая вот, друзья, фишечка. И обязательно числа, числа посчитайте, сколько у вас проходимость. Представьте, возьмите самую минимальную конверсию, самую плохую конверсию, будем так говорить. Потом вы ее будете усиливать, если он согласится, и нажимать на то. Это будет ваш фундамент, вашего разговора. То есть, если он захочет, чтобы этот процент увеличился, соответственно, необходимо будет увеличить интерес к вашей рекламе, добавить призыв к действию, акцию, чтобы было желание быстрее рекламироваться. И не выходите на тех, кто рекламируется плотно в интернете. Пускай они лучше выйдут на вас сами. А чтобы они на вас вышли сами, вам необходимо начать пиариться в социальных сетях. Я сейчас, друзья, прохожу новое обучение. У меня перед выбором три новые ниши, три новые темы. Одна из них касается социальных сетей. Я не знаю, я еще не решился твердо, какую тему и нишу я возьму. Это достаточно для меня стало в последнее время сложное занятие. Но мне необходимо взять новую нишу, новую тему и обучать людей еще и еще. Но это моя стихия. Не то, чтобы обучать, а отдавать то, что у меня когда-то сработало. Чтобы получать новый опыт, новые отзывы, новый контент, который вам поможет в дальнейшем развиваться. Итак, с вами был Илья Подушков. Если понравилась моя схема, которую я вам передал чисто из головы, не готовясь. У меня видеоролики простые, без всяких понтов и преувеличений, насколько вы уже поняли. Ставим класс. Если не понравилось, не стесняйтесь, ставьте так. Потому что это тоже увеличивает количество просмотров. С вами был Илья Подушков. До новых встреч и желаю вам успехов. Пока.